Продолжение следует... Спасибо. Это не ко мне вопросы. Продолжение следует... 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 Сам он такой, как говорится, левша, действительно, левша в любом смысле, все это придумал. Ну вот так вот, побыли там, и потом я вернулся. Побывала Саяна на собрание ихнего благочиния, пригласили благочинное развешиво, значит, побыли мы на собрание, у них немного там. Ну а вопросы такие, там все, то, что пришло с патриархией, там как не отпевать заочно, только очно отпевать, ну а всех отпевать, конечно, очно, чтобы отпевать, чтобы в церковь, в храм приносили покойников. А на дому, как бы это ограничить, только в исключительных каких-то случаях только сделать. Вот, такое это очень важно. Ну и все, остальных никаких таких, ничего не было. Ну вот и все, доехал я хорошо, дорогой никто меня так же не объезжал, немного где пришлось побеседовать так, ну, немного. Сейчас люди не очень интересуются этим, вот время благоприятное, то есть шоколаду, сникерса везде полно, бананов полно, поэтому нужды нет никакой там, что-то. Так только, где если выйдешь, вот я даже в облачении выйду на станцию, бывает так, что пьяная какая-нибудь женщина или мужик подать, бабюшка, а поисповедовать все можно? Вот, а так, как раньше было, там спрашивали, что-то интересовались, почти нет. Так уж познакомимся, где я дам визитку и молодые особенно, а все сегодня едут с этими, с компьютерами, маленькие такие. Тут же он сразу включил и тут же, я смотрю, у него все, сайт наш вышел на это и тут же он прямо это, читает и смотрит все, прям в вагоне. Едем в вагоне и он все это открывается. Просто удивительно так. Ну вот так было несколько таких случаев, что только я дал и буквально через минуту он уже, этот молодой человек сидит уже и смотрит, уже на сайте. Заезжал я в Елец, куда перевели владыку Максима. Хотел я повстречаться, просто пообщаться, поблагодарить его за его добродетель к нам, он подарков много нам там надарил, уезжая в последний раз. Но не получилось. Найти было невозможно, я в собор зашел, никто не дает ни телефона, никто. Наконец я уже в бухгалтерию прошел там, телефон не дали, только созвонились с секретарем, секретарь спрашивает, а кто вы будете? Я говорю, Патрия, Ким. Маленько погодя, что-то замешал, потом, а ваша фамилия как? Я говорю, Лапкин, маленько опять замешательство, владыка сейчас в командировке и принять вас не может. Ну и все, и на этом кончилось. Мы часа три пока это искали, пока я допрашивал, одно и другое, никто, ни телефона, ничего, нельзя добиться. Ну потом, значит, дали мне телефон секретаря уже, я когда сказал, дайте хоть мне... Ну я взял телефон секретаря после того уже, как я с ним говорил, набрал за телефон не с моего, а там который был, видать, староста собора, или что там, мужчина такой солидный. Ну и, короче, не удалось мне встретиться с ним. А вчера звонит мне отец Иоанн, у них в пятницу был юбилей ихнего митрополита. И было приглашено, значит, на юбилей 20 архиереев было служили. 20 архиереев. Ну там священники кто такие, он-то не служил, отец Иоанн, просто был на службе. Ну и, говорит, когда там были, я, говорит, выбрал момент, и подошел к владыке Максиму-то, и благословился, и говорю, владыка Максим, а вот мы проезжали 10 дней назад с отцом Иоакимом, вы его знаете, Лапкина? Ну, да, знаю, а вы как знаете? Ну, да, мы, говорит, вместе в семинарии учились, и в Омске вместе служили. Вот, а в Омске вы знали, там, отца Димитрия, отца Анатолия, да, конечно, знал, это мои дядьки. Он сказал, ну, отец Иоанн, говорит, а я знаю, что ваши дядьки. Ну, вот мы заезжали, хотели с отцом Иоаким вас навестить, отец Иоаким хотел вас поблагодарить, значит, за ваше, значит, благодеяние, все там, и... Ну, никак вот, что-то вас не нашли, он, говорит, так, вроде как-то смутился, и что-то там ответил, и все. Ну, вот так вот было, значит, не удалось. Виноват. Не удалось повидать все. На семинаре. Ну, все так вот, больше особых таких никаких больше нет. Сегодня у нас годовое собрание, отчетно-выборное. Вот, я что скажу, вы все довольны, как прошел у нас этот год? Есть что-нибудь, что что-то не так было, и... А? Если есть, то говорите. Есть, Патюшка, есть. Я потом скажу. Ну, я к тому, что у нас будет как бы перевыбор, я сразу скажу, что я советовал бы вам, что тот состав, который был у нас во всем, просто оставить в прежнем. Если год у нас прошел благополучно, хорошо, не было, зачем это менять? Нет в этом нужды никакой. То был у нас церковный совет, сестричество и прочее, прочее. То есть, протоколе оставить, что у нас просто, видите, получилось так, что здесь, когда я уезжал, секретаря тоже не было, она была в отъезде, и мы как-то так, ну, не договорились. Накладочка. Накладочка получилась, поэтому она не приготовила, как обычно, протокол. Проект протокола, да. Она в отъезде была, и поэтому не приготовили. Поэтому дома она по старым посмотрит, кто у нас были. Церковный совет, казначей, и все. Если кто-то есть, у кого какие-то к этому, что, претензии, изменения, то скажите, что не желаю. Точно не знаю, в каком году, или на следующем году. Переизбрание старосты. Я бы хотел, чтобы на год-то раньше, какая разница, сегодня это сделали, проголосовали. Остальные-то все на год. Батюшка отъехал сказал. Старосты у нас вечные. Мы здесь старосты не переизбираем. Можно это делать, а мы же бы меня заранее узнаем. Сядьте, старосты вечные. Правильно, Батюшка? Сядьте, старосты вечные. Кому это? Проходите, проголосите. Что об этом говорить? Бессрочные. Ну, поэтому так. У нас кто первый, значит, кто у нас в церковном совете? Поднять руки. Виктор Андреевич. Виктор Андреевич. Николай Кручин. Николай Кручин. Николай Палькуев. Игорь Добунов. Игорь Добунов. Ну так, старше всех из них, наверное, брат Севастьян. Давай сделаем счет. Старший, старший. В каком плане? Давай, давай. Давай. И все, кого назвали, а самый младший. По назначению. По хиротонии. По хиротонии. Всегда считается по хиротонию, кто старший. Давай, отчитывайся. Насколько я помню, Церковный Совет за год не собирался. Не было повода. Не было повода, да. Все вопросы разрешались только на собрании. С властями никто не судился. Главное, я утишился, и все кончилось. Слава Богу. У вас теперь интернет есть. Ну все, кто у нас еще следующий? Царшая, сестра, давай делай отчет. Немного бумага. Нет, немного. Работу все знаете. Я только по кассе отчитаюсь. На 20 октября у нас остаток средств в кассе 33 930 рублей. А как у нас? Вот. Приход средств на болящих. Это те, кто пожертвовали на болящих. В основном два человека мне постоянно так это как бы давали на болящих. 2 990 рублей. Кассу мы в течение этого года ни разу не снимали. То ключа не было, то еще что-то. И так не снимали ни разу. На болящих потратили 5 891 рубль у меня. Не тормоза ящик. Отправка книга. Мы одному человеку только два раза в бандероле отправляли на 478 рублей. На конверты для помощи пострадавшим от наводнения мы посылали письма с приглашением их на жительство в Потеряевку. И конверты дорогие сейчас. Истратили ему 580 рублей. При этом один человек пожертвовал 10 конвертов, сам купил. И девочки тут когда покупали, там еще на 100 лишним рублей они еще сами купили. Из кассы только 580 рублей. И на лагере стратили фактически 1588 рублей. Но 800 рублей собрали сестры на помощь. И из кассы только 788 рублей. Итого у нас истрачено 7 737 рублей. И вот эту кассу, как мы снимали в прошлый раз, 24 430 рублей. Они так у меня запакованные и лежат. Не тронутые. И осталось 4 753 рубля. А так что в кассе сейчас у нас на сегодняшний день 29 183 рубля. Посещали больных. Самый у нас тяжелый больной оказалась Александра Ивановна Чернявская. Все вы знаете это. Я говорить много не буду. Я просто хотела поблагодарить сестер. Вот с ней случилось не просто так это. Это случилось даже не для нее, а для нас всех. Чтобы мы, вот эта больная, нас сплотила просто. Я так думаю. И молодые девочки. Вот все врачи наши. И помогли нам как, я не знаю, Любовь Николаевне особое благодарение. Она так много ухаживала и сделала для нее. Она ее просто подняла, можно сказать. И благодарю всех всех сестер. Настолько все просто молодцы. Благодарю вас очень сильно. И думаю, нас это все-таки все сплотило. Ну, я обращаюсь ко всем. Я думаю, переизберите меня, пожалуйста. Я забываю. Часто огорчаю своих наставников. И давайте молодых изберем. Молодые сейчас в силе. Ну, есть у нас кто может. Я к вам всем обращаюсь с этим. Диана Кузьминич. Это у нас называется старшая сестра. А в древности, в первых рейтингах, называлось это должность Диаконица. И на должность Диаконицы выбиралися. То есть, определенно уже возраст какой был. И согласно того, какая у нее жизнь, какую ведет она. Какая прошлая жизнь была. Поэтому не так, что давайте молодых. Молодые, даже молодые, по канонам нельзя на какие-то должности в церкви молодых избирать. Понимаете? Определенный возраст есть, допустим. На какие-то там просверы печели. Также, как я говорю, Диаконицы. Выбиралися уже преклонного возраста. Поэтому нельзя говорить, давайте молодых. Определенный есть даже возраст, когда рукополагать в деканах, когда в священнике рукополагать кого есть. Выбирали вдовица, которые на содержание церкви. То какие выбирали вдовицы? Вдовицы. Не всех у нас. Говорят, а я вдовица. Поэтому вы должны меня, значит, содержать. Это мне уже высказывали. Вдовица. А давай посмотрим, можно или нет. Какая вдовица, которая, говорит, воспитала детей в вере. У тебя есть, ни одного нету в вере сына. Давайте меня на это. Как сейчас жизнь какую ведешь? Не просто так, что любую выбирали вдовицу на содержание церкви. А которая достойна быть этого. Которая принимала странников в прошлой жизни. Вела благодетельную жизнь. Только так. Поэтому здесь не надо. Ни стране, это ничего. Вот я огорчила, там кого-то наставникова огорчила, ты наставникова огорчила. Да мы часто огорчаем друг друга чем-то. Ну и что же здесь? Где-то огорчила. Раз огорчила, десять раз порадовала. Ну, сегодня ты меня огорчила. А в другие это разы, сколько раз ты меня радовала? Ну и что же из этого? Мы сколько раз огорчаем Господа. Господь нас любит и опять милует нас и дает нам милость свою. И благодать изливает свою на нас. Поэтому не надо отнекиваться. Точно. Пусть сработает. Батюшка, а может быть, можно сказать большое? Да. А может быть сестре старше как-то дать помощников? У меня есть, у меня есть все сестры, все сестры, все, которые есть сестры, вы все помощники. Помогайте. В прошлом году у нас это было постановлено, ей помощники дала Анна Крученко. Ну вот. Чё-то, ну если вас к вам мало, сдали и все. Работать она не надо, надо кого-то посетить больных, ведь она не одна, там посетили люди. А вчера ее же вечером поехали там посещать больных. Главное, на нее все сходятся, где знает она то или что. Она свободная больше, нет, на работе не обременена, дитями не обременена. Ну там внуков иногда подбросят, если уж это. Это постоянно, что внуки. Дети до времени, а внуки до смерти. Есть опыт в этом. Поэтому Татьяна Кузьминична, не сбрасывай у себя этот крест. Бросим вас, несите его. А то дойдешь, когда это, говорит, до пропасти, а перейти не хватит. Это как бы этот обрубленный конец. Так, ну и что у нас еще? Казначей отчитается должен. Ну, казначей, в основном, да, у меня отчетность. Вот сейчас мы зарегистрировали, как положено, нашу общину крестовоздвиженскую. И отчетность как бы побольше стала. Я вроде бы так сдавала, а потом мне замечание сделали, что нужно сдавать, как обычным организациям. Уже сейчас мы не на Горьково, где крупнейшая организация. Как бы такие вот там все были организации, которые относятся по церкви. Все церкви, которые находятся здесь, они зарегистрированы там были. А сейчас нас по районам. И сказали, что должны отчитываться, как обычная организация. Приносить отчетность, все такое, как я ношу, допустим, вот там на работе. И все остальное. Ну, я вот отчитываюсь, и НДС главное нанеси, и вторую форму нанеси. И тому годовой там нанеси вообще. И форму по социальному страхованию неси. Во все эти я все ношу. Так что вот такая вот заморочка небольшая в этом году у нас началась. Денег у нас на расчетном счете нет. Расчетный счет у нас закрыт уже второй год. Поэтому деньги, которые вот непосредственно куда-то собираем, или я собираю еще деньги за квартиру, которую из нее я плачу, допустим, за свет плачу. Там что-то какие-то покупаю там, допустим. Но то, что добровольное пожертвование, мы то, что собираем на что-то, зачем? Это не надо нигде показывать вам. Нет, это и не показывается. Это то, что мы это и заплатим. У нас уже как бы они так закрываются деньги. А что делается с дохода? Что если у нас есть какая-то там продажа, что-то там продаем? Нет, отчет в общинах делается в основном за счет там. Отчет нас не присылали из нашей, когда мы были зарубежной. Там делался отчет по движению десятины. Но у нас такого тоже мы не делали. Так что все так в основном вот. Все, что у нас происходит. А мне с этого подохода-то не отчисляется ничего? Нет, он не отчисляется. Он же там как-то... Теперь у нас нет никого оформленных, нет работников? Да, и работников нет оформленных. У нас была раньше Наташа, а сейчас нет. И поэтому я нулевочки сдаю, но все равно эти формы нужно сдавать. Еще такая заморочка получается. Сейчас в этом с 1 января 2014 года нужно формы сдавать только путем электронным. И что нужно за это заплатить за весь год вперед, и чтобы электронную это... Я говорю, а если бы я по почте вам пришлю, хоть у меня же нулевки, а они говорят, будете каждый квартал платить по тысяче. Вот 4 квартала, 4 тысячи вы заплатите, что вы не сдаете, допустим, НДС, по НДС. А она нулевка у меня. Я вообще теперь, я не знаю. Заключайте договор с организацией, которая будет вам электронку оформлять и посылать налоговую. Я говорю, вот это да. И принесла мне закон, что с 1 января 2014 года. Я вот завтра пойду понесу, ну не знаю, как меня, может в этом году нет. Раз не заплатить, снимут с регистрации, да и все. Не, ну зачем бы. Мы другой какой-то выход, я найду. Ну в общем, вот так у меня... Не знаю, как... А ты думали, что легче будет, когда не будет уполномоченный? Тогда мы, в советское время, не было таких отчетов никаких там. Отчитали, сколько покрестили, сколько отпели, сколько повенчали, и все. Не видела. Да, а сейчас смотри, что делаешь. Все закручивает и закручивает, больше и больше и больше и больше. И еще в отдел юстиции вот эти вот предоставляем регистрацию, формы вот эти тоже, они раз в год. Да, конечно, это чем мотивирует, благими намерениями, что это ради того делают отчет, чтобы не было у нас каких-то здесь экстремистских направлений там или действий, чтобы вовремя пресечь это. Контролируют. И еще в отдел юстиции, сейчас тоже электронная, я зарегистрировалась, у меня есть программа, и я специально по программе делаю. Сейчас не просто принесла формочку и положила «нет», чтобы зарегистрировалась. Там зарегистрировалась, чтобы мы везде как бы высвечивались, что мы зарегистрированы, что мы есть в этом списке. Вот это обязали, в прошлом году, вот в этом году я сделала это. Так что у нас программа есть такая, которая будет. Ну вот такая деятельность моя была за год. Ну слава Богу. Молодец. Дальше справляйтесь. Вы знали, сколько будет стоить отправлять по электронке отчет на стены? По электронке, там несколько фирм дали мне, обзванивайте, я еще их не обзванивала. Они сказали порядка там 6-7 тысяч, 10 даже. Посмотрим, как там, я может быть там, как-то по-другому. Ну а как, это там берут, эудиты столько берут. Потом консервировали. Саналевку, да. Ну и за нас. Так, ну еще, что у нас, ну и все, да? Эудиты, так. Значит, церковный совет, старшая сестра, казначей. Кто еще, какие должности у нас еще есть? Наблюдатели. Наблюдатели, о, чуть не отпустили. Наблюдатели. Ну, главного наблюдателя нет, он от командировки еще не вернулся. Заместители вот делали. Заместители вот, я могу сказать, что... Ну, были замечания, были некоторые трения с теми, которые получали эти замечания. Ну, все уладилось по славе Божией, да, по славу Божию. Ну, особых таких претензий не было. Поэтому, все, слава Богу. Ну и все, тогда остался старост, еще не отчитывался. Пусть староста отчитывается. Староста я действительно старше всех. Теперь я уже вошел в само название. Моя обязанность здания в этом году перекрыли. Шифер убрали, разломали. Как я его не берег. Бесполезное дело. Звонит Виктор Андреевич. В прошлом году на меня наседали. А нынче как-то дождей и промыло там все, где землей-то замазано мыло, пылью. То есть стало протекать. Ну, самая большая моя заслуга в том, что я не стал мешаться под ногами. Да, точно. Я петь не могу, но одна же в школе учительница мне за пятерку поставила. Это была для меня радость какая. За то, что сидел и никому не мешал. Вот. И здесь тоже. Перекрыли железом. Ну, все, как-то. Ну, приехал. Тут не знаю, куда. Содрали-то много. Наломали здесь. Ну, по милости Божьей, этот хлам весь, куча целая лежали. Мы все вынесли и все вывезли. Говорили, надо специально машину нанимать и что подобное. Мы каждый месяц платим за мусор. И все это вывезли. За мусор мы тобой платим, но не строительный. Не надо. Да, да, Игорь Михайлович. Строительный, не строительный. Вон они все несут из дома, все диваны выбрасывают. У меня намного меньше. Это разговор только один. Это мой мусор. Большой у них, который, это они строят. Они сами увезут. Ну, написано. Ну, здание, значит, в порядке. Теперь. Володя, вот он снимает. Он топит печь. Значит, ему договорились, что братьям не ездить, не тратить время. Там, что нужно будет, батюшка скажет. И он топит. Топит 4 октября. То есть месяц этот уже за ним. Он рядом и следит. И все как надо. В прошлом году у нас нужны. Вообще никакой не было. Дальше. У нас нет торговли. Мы за этим строго следим. А как, на что содержать священство? Святая Десятина. На днях мне один из Краснодарского окрая, Александр Марьясов. Он дальнобойщик. Мы познакомились. К нему даже на дом заезжали. И я ему посылал книги. И он все это воспринял. И на него там сразу же такое гонение восстановили. Он в городу отпустил пояс у него. И говорит. Ну все он взял. Говорит. А ваши-то люди-то из-за границы их видать. Я говорю. А где? А ваши люди в Греции-то есть? Я говорю. А покажи, откуда ты взял? Он показал. Я посмотрел и правду. Крест над Европой называется. Крест. И Афины. Ну там идут. Они поклоняются мощам. Идут. Ну просто идет все как будто бы игра какая-то идет. Дети с фонариками там все мигают. Ничего евангельского нету. И вдруг идет крестный ход. И поют. Он дал новое имя. Нас зовут христиане. Я не могу ничего понять. Вроде пение не то было. И опять. Дал нам новое имя. Нас зовут христиане. И поют какие-то два голоса. И потом вдруг показывает. Наши Плотниковы сидят. Дмитрий Устинович и Марина Демасленовна. И они поют. У них ретивью берут. Вот это ретивью. И он говорит. А я спрашиваю. Как вы узнали, что наши-то это люди. Фотография там общая была. Батюшку он заметил. Заочно. Ну и люди, которые так говорят православные, так не говорят. Они говорят по Евангелию. И говорят о святой десятине. И говорит этот муж. Вот это сейчас у них там беда. То, что кризис опять. Люди без работы. А у него пятеро ребятишек. Ну и все как-то Бог говорит так делает. Главное, я знаю, это десятина святая. Мы не хотим быть ворами у Бога. Вы обкрадываете меня. И он это говорит. Говорит как в настоящей проповеднике за столом. С такой уверенностью. И когда он был потеряемки. Столько ребятишек. Они двое с барабашом только и платили. Остальные там как Евгения Дмитриевна уперлись. Не надо. И у них все разрушено. Ничего нету. Мы на деле убедились. Святая Десятина покрывает все расходы. Нам не надо торговли. И в первую очередь облагодетельствуем. Ты будешь. Для тебя окна небесные. Недавно опубликовали про Джона Форда. Ну он когда еще только начинал там свои дела делать. Он поставил задачу. 100 тысяч долларов заработать. А по тем временам это были огромные-огромные суммы. И дожить до 100 лет. И он в этом направлении все делал. И когда жизнь закончилась. Не 100 тысяч и не 100 миллионов. А 100 миллиардов долларов. И 97 лет прожил. Говорит. Не все сбывается. А почему? Я, говорит, знал. Надо платить Десятину. И чем больше увеличилось его богатство. Тем Десятина увеличилась. Он и платил всегда. Я ни разу не позволил себе не отдать Десятину. А вот я получаю. Как у нас Муравлев был. Я много плачу. Зарабатываю. Ты кому платишь-то? Да что это? Бог что ли? А Господь говорит. Посетили одного из больных. Я Бог, которому нет места, нет причины. Больной лежит, койку занимает. Меня посетили. Ты маленько раскинь умом. Говорила сейчас наша сестра отчет по деньгам. Удивляться не надо. Номенклатурный, неработающий аппарат раздутый в три раза больше, чем при коммунистах. В три раза. Но в действительности, говорит, намного больше. И всех надо кормить. Вот и все. И они придумывают не знаю где. Мой отец рассказывает. Это он рязанский мужик. Налоги накладывали на все. На дым из трубы. Ну а как без трубы? А зачем? Ответа никакого нету. Платить за окна. Сколько окон считают, платить налог. Яблоня с каждой яблоня. Ну с яблонями легче. Сразу как только налог наложили, все порубили яблоня. Яблоня нету. На свинью налог нет, а на овечку есть. Овечку порезали. А я говорю, а как вы без дыма-то? Ну заложили, говорит, дверь, говорит, откроем. На полу солома лежит, ноги поднимешь, говорит. И дым выходит в дверь. А налог-то... Чем больше разных причин было налоги взять, тем меньше налоги были. Для государства. Надо делать так, как делал Форд. Он сделал машину максимально дешевой, так что любой крестьянин мог купить. И чем больше ли покупали, они больше ездили, свои дела делали, они богатели. Теперь он машину стоимость поднимает. Ну, другой маркет. А машины сделал такие, первые были, ну не взращенные, но крепкие, столетия ее ничего не сделаешь-то. И поэтому у него такой большой оборот пошел. Все страны мира стали к ним обращаться. Надо делать дело очень хорошо, и уныния у тебя не будет. Я беру примеры из неверующей как бы жизни. И вот смотрите, что у меня получилось. Батюшки не видно? Батюшка обычно в наши дела миссионерские никак не вмешивается, но помогает. Он материально помогает больше всех. А тут уезжает вдруг, его нету. И он говорит, а где бы вы хотели ставку-то сделать? Нам нельзя в шахтах Ростовской области. Мы вокруг обошли. И нам нужно подниматься выше той зоны и еще отступить хотя бы километров на 300. Выше, ну не будем мы в субботу тысячу километров шахты, тысячу вещь, а туда то, что есть-то. И он, ну я сказал, где от Москвы на Украину, если дальше смотреть, Калуга примерно тут, пока ничего не найдено. Значит, у меня просьба к вам помолиться. Помолиться. Хорошо было бы в Москве, и у нас есть знакомые, но там такие подъезды, а то приедет фура, мы же пошлем тонны четыре книг опять. И у нас очень большой план, это последний раз в дальнее плавание отправимся. Дойти до Португалии, через, знаете, Англию, Скандинавию, Прибалтика вернуться, работать по северу. Сегодня уже идут отзывы, которые люди получат. Книги это самая долгосрочная программа. Книги начинают работать. Вот лежат книги, коробки, это которые здесь все лето звонили, с одного города, вышите полный экземпляр. Оказалось, это священник Московской Патриархии, храбрый человек, просит. Вот вчера только ему в Америку отправили. Оттуда люди, которые пришли в православие, звук кистов, уже 18 лет. Но ваша одна книга там попала, ее затискали. Кисты на православие. Бога прославляет. Я прошлый раз считал, как человек просит это дело. Об этом помолиться. Вот здесь сегодня я оставляю список, почем книги, которые здесь на месте. У нас 90% книг уходит бесплатно. 9 из 10 мы отдаем бесплатно библиотекам, епископам, некоторым священникам, а практически всем священникам, которые возможность была. Книги-то всего 1000 экземпляров. Ясное дело, что 444 пункта мы уже посетили. Половина книг уже ушла в подарок. Не считая, которые здесь мы... Поэтому первые книги, первые, это стихи, симфонии на жития святых, симфонии на этой первые, три тома без моего разрешения не брать. Они качаются совсем. Себе надо хоть 10 экземпляров оставить. Так, у меня Галина Николаевна, где она? Вот, вон она сидит. А она распоряжается книгами. Я совершенно их не касаюсь. Ну, я не могу просто, у меня времени на это нет. Теперь помолиться надо, где наша будет ставка. Это первый вопрос. Все время в молитве приносите. И второе, чтобы расположены были к этому Николай Курченко и Виктор Савченко. На место, видите, там мы можем еще конкурс устроить. Я ему сказал, друзья. А насчет Николая никого нет. Усильте молитву, чтобы Бог дал ему здоровье железное. Выдержал это все. Потому что замены ему практически нет. Без него ничто не состоится. Мы должны закончить то, что предприняли. Ну, живут средства. На бензин, высчитывая дальность труда, примерно 250 тысяч рублей. Потому что там в два с лишним раза дороже горючее, бензин. Все это евро, надо переводить, везде что-то высчитывать. Я так посчитал. Ну, это минимум, который нам потребуется. Того стоит. Вы все участники в этом. Запомните. Напоили холодную чашу воды пророка. Получите награду пророка. Вы хорошо это помните. Вот несколько батюшка сказал, кто недоволен чем-то, я недоволен. Я всеми вами недоволен. И вот по какой причине. 6 октября, я заранее предупреждал, приезжал на 27 сентября, к крестовозвездной общине, день общины, не день общины, а престольный праздник. И я сказал, что мы сделаем день открытых дверей. Ваши знакомые, работали вместе, пенсионеры, соседи, кого угодно. Но за них, чтобы вы отвечали. Прилично, как у нас положено, а дети. И что? С 27 до 6 практически ни одного человека нет. Я оттуда только позвонил. У меня фотограф был. Один из самых знаменитых на Алтае. Он 23 года у нас снимает. Волобоев Александр Павлович. Дальше. Вдруг на меня выходит ГТАРК, Лозовой Павел Васильевич. Еще с собой приводил. Три человека мои. А я пришел вам от Сергея Павловича Клубкова. Все, больше никого нету. Никого. Как так работать можно? У вас никого нету нигде. Что, в скорлупу забились? Да только бы словом. У нас закрытые почти, что там, закрытые двери. А в этот день мы сделали открытых дверей. Повторяю. Мы этот опыт повторим. Начинайте работать. На день общины. Это или 19 января, если на воскресенье. Или на первое воскресенье после 19. Снова объявляют день открытых дверей. 19 января у нас крещение. Если попадет, значит, на этот день. А если нет, то в первое воскресенье написано. Мы объявим во сколько. Тут будет, нет, батюшка. Нам это нужно знать. День открытых дверей. Воскресенье будет. А? Будет воскресенье 19 января. 19. Ну, значит, на этот день и назначаем. Вот. Конечно, это немножко не так, как я думал. Второе. На день открытых дверей без батюшки я не буду это делать и не могу. Может быть, пригласить священников, они тут ни разу которые не были, в Московской патриархии, и епископа, чтобы они побыли здесь. А вреда-то нам никакого от них нету. А протянутая рука, видите, как благотворно влияет. Вы не думаете, что Максим с ними так? Мы не могли его найти. В этот день они же будут заняты, священники. Да я знаю про это. Но раз попадает, мы не можем переносить. Ну, они не придут. Ну, давайте на первое воскресенье. После 19-го. Да. Ну, это и другой вопрос. Все, вопрос снятый. Как, батюшка, благословишь? Опять на воскресенье. Нет, по крайней мере, не праздник. Не праздничный. Ну, будний день надо делать. Ну, это воскресный день. Воскресный день не получится. Ну, когда? Только в будний день, когда выбрать будний день. Ну, ближе, когда будет к тому времени, тогда и договоримся. Ну, а где-то здесь надо, и только в субботу. Вот, когда не работает. Именно перед, ну, первое воскресенье, перед ним суббота. Вот, это самое благоприятное. Ты хочешь священников и всех собрать? Да не собрать, кто придет. Объявить-то всем. Вот мы объявили всем, а пришел один. Субботу, видите, надо думать как. А вы же уже делали доклад, делал свои. Ну, так и все. Соберутся священников, пригласим. Так, все, тогда следующее продолжим. У меня просьбы большие пришли, помолиться. Люди запились, просят от пятидесятников. Василий звать. Много лет мастер такой, все может делать. Там краснодеревщик. Но пьет, ничего не можем, говорит, сделать. Ну, с нами давно знакомые, значит, верят в силу молитвы. Василий звать. А другой очень близкий нам человек, но он еще нашей общины. Александр звать. Та же самая беда. Василий и Александр. Ну, не обязательно лично звать. Священник молится, записки подают, он никого не знает. Вы это помните. Это большая просьба. Все время, это себе там, запишите в синодик. Дальше. Когда я говорю о том, что даже о патриархе Кирилле, у него идеи, которые он желал бы воплотить. Он много сейчас говорит об общине. Общин нету. Об общинной жизни. Люди друг друга знали. Ну, как хорами-то уходят? По сторонам никого нигде нету. Просто нету. Значит, чтобы Господь благословил патриарха и его вот эти начинания, там в начале действовать. Он ничего не может сделать, сдвинуть. Патриарх Алексей Второй говорит, прошло полтора года, как я говорил, полное погружение. Но никто меня не слышит. И говорит, 98% священников меня не слышат. Но 98% из 100, если не слушать патриарха, это катастрофа. 17% разводов, Крупская говорила, катастрофа страны. А у нас-то не 17% разводов. За 60 и 70 давно уж зашло. Дальше. Он говорит о катехизации. Они сегодня это профанируют все. 20 минут, две беседы провели. Да за 20 минут, а, б, в, мама мыла раму не выучит ребенок. Дети приходят оттуда, они еще не знают. У нас катехизация была 500 академических часов. От 3 до 5 лет. Еще половина уйдет. Это естественно. Почему? Ну на небе были, там Бог виноват. Третья часть ангелов потеряла свое достоинство и пали на землю. Он клеветал. Значит, клеветал легко прививается. Вот интересно, новые люди появляются, но не расположены. Ну зайдешь в гугл, обо мне, допустим, положительных, я скажу, 20 отзывов. А один отрицательный. И они сразу на этот схватаются и по нему действуют. А те, которые положительные, они берут только положительные. Муха, она не найдет цветок, она найдет падаль. Муха трупная, черная такая, почти зеленая. Она только там будет. А пчела пойдет по цветкам. Определи себя, кто ты. Дальше, патриарх Кирилл, я говорю о Гундяеве, патриархе. Много сегодня говорит о миссионерстве, миссионеров нет. И вдруг в миссионерство проповеди выходят обо мне. Отзывы в прошлый раз считала Андрей Кураев. Считает меня самым знаменитым на всю Россию. Конечно, завышенная оценка. И вдруг отец Олег Стеняев обо мне отзывается. А вот у нас принимала крещение сестра Тамары, которая умерла. С Артисон-Валентина там. А у ней дочка Татьяна. И она там с матерью, ну, конфликтует, как бы сказать. И она вышла на него. И это в интернете я все теперь взял и на свой сайт перенес. И он отзывается обо мне. Я его лично знаю. Его в Москве в больнице посещал. Он в лагерь приезжал к нам. В деревне был. Мы дорогой ехали. И он отзывается. Я никогда не ожидал от него. Не потому, что я о нем хорошего мнения. А то среди миссионеров, миссионеров, православной церкви, патриархии, я лучше его никого не знаю. Он связан с сектантами. Много берет из Писания. Приводит места такие. И вдруг он говорит, а лапками он в расколе. Мне отрицать нельзя, что он это говорит. Ну, ересь не сказал, веретики. И второе, что миссионер, он же не может быть духовником. Как это не может? Если говорил, ты обратился, то я тебя знать не знаю. Собой будет другой заниматься. Павел так не рассуждал. Всеобщенно под его окормлением, как сегодня мы сказали. Им пишет послание. То есть он обвинение совершенно необдуманное, как сказать, безответственное делает. Но сказал, да, Лапкин высокопродуктивный миссионер. То есть то, чего они не имеют. То есть они соглашаются, и Кураев соглашается. А я-то против них никто, я это осознаю. Мое все абсолютное заключается в немощи моей. Я не знаю ни семинария, ни дня не учился. Я все доверяю моему Богу. И совершенно невероятные вещи Бог делает со мной. Пусть они такую поездку совершат. И теперь даже самые лютые враги говорят, мы знаем. Да, вот психолог большой на меня. И образовать общество-то вообще невыносимо. С нуля. И такое противодействие патриархии. Я и это за беду не считаю. Главная беда во мне. Во мне, если я не молюсь, Богу не доверяю, живу греховно, не согласно Евангелия. Вот где главная эта борьба идет. Вот где нужно объявить джихад. Против самого себя. Против внутреннего человека борьба. А в сатана это маленько подальше идет. Главное это мое я. Моя самость. Не отвержение самого себя. Я вам говорю по делу. Начинайте работать. Проведите ревизию. Я о деньгах сказал. Деньги будут требоваться нам. А потом, ну, на каждый день, что мы поедем, примерно на месяц будем думать. И где остановиться? Пока вопрос не решен. Два вопроса. Вот сегодня книги послать. Шофера, поднимите руку. У кого машина здесь? Так, раз. Два. Так, еще у кого машина? Вот сестра Татьяна. Не уходите сейчас. Ее нужно отвезти на почту. Помочь там сдать. Они лежат здесь. Дальше у меня наплывает новая уже просьба. Это полная. 32 килограмма. Это две короткие, два пакета. Так, между собой выйдите, решите. Андрюша, постараюсь. Это для Господа. Это просто необходимо. И вот один вопрос я хотел. Теперь вам для размышления. Вот говорят. Ну, на нас кто-то нападает. Ох, если бы знали, вероломное нападение Гитлера, то что будет? Да мы бы тут по-другому оборону построили бы. Ничего не построишь. У Бога все разнаряжено. Не вините только Сталина одного в этом. Хотя Виктор Суворов доказал, что Сталин опоздал на две недели и готовился вероломно напасть на Германию. Дело в том, что у Бога, я говорю не по Евангелию, как бы словами такими, разнарядка идет. Главный режиссер Бог. Это разнаряжено. Это нельзя никуда сдвинуть. Ну, допустим, Параон знает, люди уйдут. А он погонится за ними. Перед ними раступится море. А потом сомкнется. Ну, узнал Параон, узнал накануне, что он теперь остановится. Еще какие-то бредни, море раступится. Вы еще слушайте их. Это Моисей. Дурью мается. Вперед к победе коммунизма. И рухнуло все, ничего нету. И колесницы там и лежат. Это еще раскопки надо на дне моря делать. Это не один раз. Мы в истории видим, ну, ладно, ангелы бы сказали, что Господь готовится сжечь город. Жители Содома все были бы оповещены накануне. Что они, перестали быть мужеложниками? Гей-парады перестали делать? Да нет, конечно. Это разнаряжено там внутри человека. Ниневия покаялась, она спасена. Ниневия. Но сказанное слово придет 150 лет, она все равно будет уничтожена. Тавид, когда умирал, сказал, Бог сказал, но помиловал. Поэтому, сынок, вовремя убирайся с Ниневии. Бог сказал, все равно он выполнит это, потому что новое поколение забудет того, который привел к покаянию царя. И поэтому заранее предусмотреть даже, ну, с семи пядей во лбу, это вот какой лоб у тебя будет. И все равно тебе ничего не сделать. Это разнаряжено. Допустим, Сталин бы знал, что вот появится такое-то в Центральном комитете, Меченый Михаил, как говорят, и он объявит перестройку, он скажет, давайте социализму человеческое лицо покажем, и на основе этой гласности все рухнет. И он бы сказал, не нужно политбюро всех рубить подряд. Не поможет ничего. Ты умрешь, сына твоего расстреляют, или умрет своей смертью, дочь будет монахиней, тебе ничего не сделать, это разнаряжено. Разнаряжено. У Бога план. Выходит баран из моря, за ним выходит козел, на него нападает, у козла четыре рога, это за Александром Македонским четыре государства. Это разнаряжено все. Мы должны согласиться и не пытаться переостановить политические события, повернуть другим руслом. Игнатий Брянчанинов задумался над этим и говорит немощной рукой, не пытайся это сделать, тебя сметет просто оттуда. Хорошие планы у Путина, Владимира Владимировича. Хорошие. Вот, Господи, он хочет прям из ничего перестроить закон, по-другому, чтобы взятки не было, коррупции. Помоги, Господи, благослови. Мы ничего не можем больше сказать. А вот, ну теперь назначен 12 лет у власти будет, чтобы наших голосов там не было. Ты можешь лучше добиваться законным путем выборов, как Адольф Гитлеру, и начинать перестраивать страну. Не получится. Ты в семье наведи порядок сначала, чтобы жена тебя слушалась. А если ты осталась без мужа, мужу, твое внимание, которое было, переключи на Господа, на внуков твоих, чтобы они были верующими. Вот это будет перестройка. Ты помни дожен всех, которые сегодня страдают, где-то погибают. Вот о миссионерстве патриарх заботится и говорит о том, чтобы народ был ближе к священникам. Даже священники закупорились, а вы, говорит, выйдите и ждите его. А когда выйдет, ты подойди и скажи, батюшка, я ваш прихожанин. Нельзя ли с вами как-то поближе чайку попить, то другое? Ну он не может по-другому сказать. Нам не надо уговаривать. С нами епископ. Я пошел пасти овечек, он со мной пошел. И в Тихий, в Курочкин. И там большая куча соломы, мы с ним залезли, целый день на копах там лежали, а овечки пасутся рядом. Как о многом мы поговорили. Такого простого епископа нет в патриархии. Они не знают даже. Это Павел, патриарх сербский такой был. Согнулся, с палочкой идет на службу. Его не охраняли 5 БМВ там и 40 охранников. А сегодня прямо фотографии показывают стрелки охранники. И говорят, Кирюша совсем на Бога не надеется. Вот и все. Мы должны надеяться. Охрана должна быть, собаки должны замки быть. Но главное, напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит. Вчера убили священника. Сегодня передавали. На Ставрополь. Нашли его в багажнике, его машина. Машина в дерево, ударенная машина. Ну, подъехали гаишники, машина разбитая стоит. Когда встали, открыли багажник. А он хозяин, священник, с пробитой головой лежит в багажнике. Они, видать, положили, угнали и в дерево врезались. Бросили машину, ушли. Кто там убийца? И передают. Выступал этот Чаплин. Просит, чтобы кто это сделал, чтобы пришел, сознался. Просит. Если бы не знали, что священники, исповедь раскрывают и властям доказывают. Петр Первый установил это. Или ей отшатнули о церкви. Исповедь не тайна стала. Почему? Политические и другие убийства, священник обязан, его подписку дают, обязан, есть пойти открыть, как бы я свою могла. Никто не придет, не скажет. Только надо узнать, кто он такой, и помолиться. Больше мы ничего не можем сделать. Так, подожди, я скажу. Ко мне есть какие вопросы? Что-нибудь нужно от меня? Вы не вернетесь уже сейчас, сегодня? Сегодня нет, не вернетесь. Просите до половины барана, может отдать. А курочки есть? Даже до целого. Курицы. 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 Как-то вы сделайте список и передайте Татьяне Кузьминичной, я позвоню, она мне передаст. Потом после собрания вы подойдите к ней, напишите, кому что нужно, она мне передаст. Можно еще объявление сделать? Люди расходятся, Игнать Ильич. Объявление сделаю, то люди расходятся. Мы собираем денежки для детей. Две недели уже нисколько вообще не было, пустая коробочка. Давайте, пожалуйста, не будем забывать. Четверо детей и такие проблемы еще у них. Надюша, я еще раз всех благодарю, кто участвовал в осуществлении нашей поездки. Такой поездки, ну просто все понимают, совершить это невозможно. Там убийство, там что угодно. Мы проехали самые опасные районы. Куда нам просто просили не ездить. Ну вам-то, видят, вас не уговорить. Ну этих не трогайте, хотя других-то с вами погибнут. А мы сейчас переписываемся, по скайпу разговариваем. С теми республиками они выходят на меня. Семя брошено, а Бог возвращает. Вот какое дело. Так, ко мне вопросы. Недовольства какие? Я вот не знаю, староста переизбирается или нет. Значит, в следующую неделю там надо решить вопрос. Я что, значит, о батюшке заботюсь, и это, ну и о порядке. Чем будете заниматься, если вас переберут? Ничего себе! Ты бы знала где. Я вам скажу, чем я занимаюсь сейчас. В интернете много просек, чтобы, ну, откройко это сказать, толкование было известно. И мы стали начитывать с пояснениями трехтомник. Евангелие от Матфея. Мы начитывали Потеряевки и здесь закончили. Теперь я отдаю его администрацию нашего форума на Ютубе. Наш канал-то. И там будут выставлять. Это где-то 60 с лишним роликов. 47, кажется, гигабайт. Ну, вам это непонятно. Это очень много. Мы сейчас начитываем каждый день откровение, толкование, которое у нас в трехтомнике, которое собрал отец Геннадий Паст. Ну, даже, что ли нам закончить, неизвестно. Аккуража никакого нет. Начинаем говорить. У меня на коленях кошка. Маленько погодя, значит, вы считаете, я комментарий вставил чуть-чуть. Насчитывает Володя. Хорошо или плохо, но другого пока нет. Если ничего нет, я думаю, давай. У меня объявление есть. Ну-ка, давай-ка. Да ладно, говори. У меня не спросили по лагерю. Сегодня, в этом году, лагерь всего было три часа. Да-то не надо, Володя. Палагерь не надо. У меня еще два объявления. Писание, в Евангелии, от Матфея, 10 главе, Господь говорит, «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповеду перед Отцом моим небесным». Всех призываю. Я не знаю, как у вас летом было сделано с благовестием, именно хотя бы призывать людей на наш сайт, на наш форум. Вот у нас визиточки есть. Их мало, надо будет потом еще с нашим Игнатьем Тихоновичем посоветоваться и надо визиточки другие создать. Вот. И выходить, например, на проспект Ленина, может где-то даже в автобусах, раздавать наши визитки на нашем сайте. Потому что у нас очень большое богатство в интернете, а мало об этом кто знает. Одно время распространяли, а что-то на этом все пресеклось у нас. И второе. У меня желание очень большое, как было то зимой, чтобы мы группами собирались и проводили занятия по Слову Божию. У кого-то на квартире. Так что все, у кого расположено сердце к этому, потому что в Писании сказано, что я и дом мы будем служить Господу. Там будут молитвы, там будет чтение Слова Божия, и дьявол у вас уже ничем не будет искушать. Так что об этом помолитесь, подумайте хорошенько. Если вы хотите, конечно, спасти свою душу и ближних своих, самое главное. Потому что своим неродением мы подаем соблазн друг другу. Этот человек охладевает. Мы видим, например, очень многих людей, которые ушли из общины. Все. Вот это мне все. Так я продолжу твою мысль. В прошлом году собирались, там вел Добунов, Игорь Владимирович, Иванетов. И собирались в Кубайке. Ну, найти надо ей, передать сегодня еще что есть. Ну, принять к сведению. Где-то у нее, что ли, собирались. Там удобно говорили. Неудобно. Ну, решите сами. Александр Михайлович, может быть, удобно там где-то. Потом, это отдельно. Отдельно. Второе. Занятие. Сергей Павлович, ты неоднократно эту идею подавал. Возобновить надо занятие в государственном учреждении. Займись этим. Я из дома не выхожу. Во-первых, я не коммуникабельный. Из-за того, что я не слышу совсем. Правый ух у меня абсолютно ничего не слышит. А лево поврежденное, чуть-чуть, я больше, кажется, по губам догадываюсь. И с глазами неизвестно. Я делаю то, что мне посильное. А посильное, это ежедневно примерно 220 человек обслуживает. слуховой аппарат купить надо. Сейчас хорошие слуховые аппараты продаются. я слышу, что ты кричишь. Я слышу, что ты кричишь. А что ты не слышишь? А вот всегда так. Значит так. Ты начинаешь, а что ты кричишь? Вот так. Я слышу. Вопрос такой. Кричать не надо. У меня интересная глухота, шепотная. Если по телефону, я абсолютно все слышу. Рядом человек говорит, даже не надо голос повышать. Слышу. Чуть дальше, оно что-то там делается, и не так. Шелест какой-то создает, шепотная называется. Глухота. Я никакого недостатка не испытываю. Что говорят, я не слышу. Я свое дело делаю. Сегодня сколько ответов дал уже по интернету. Так. Если я вас сильно уже досовил, попрошу прощения у вас сегодня. У всех прошу прощения. В мою молитву очень сильно входит сейчас такое, Господи, чтобы ангел не покинул меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Скажи ему как. Я здесь одной ногой уже стою. В моей комнате он жил и везде. Сильно окон туда. Но Павел говорит, нужнее для вас, чтобы остался здесь, это Бог только усмотрит. Но понятие о смерти у меня совершенно не такое, как у людей. Для меня ее как будто бы и нету смерти. И вот сейчас показывает, один лежит, он пишет, Сергий, житие. Он где-то там купались, он нырнул, ударился. Ну и врачи сказали, он 4 часа проживет только. А он прожил. И вот сейчас его показывает, вот так вот руки у него, скрюченный лежит. И сделали ему, у него 2-3 пальца шевеляться, сделали мышку. Он любил рисовать. И показывает ряд икон, какие рисует. Никогда не подумаешь. В интернет там вот рисует. Передвигает, краски там накладывает. накладывает. И он у меня в друзьях. И вот интересно, лежит человек больной, все парализовано, а мозги работают лучше, чем у здорового. Он сразу мне говорит, так, просмотрел ваши ролики, я вашу мечту знаю, принять смерть за Христа. Понятно? Умереть за Христа. В Чичиуле где-то поехать, и чтобы пострадать, чтобы распяли, убили, как Феодосий Пещерский. Специально ходил, еврейские там поселения были. Он ходил, и там их допекал, чтобы умереть, как мой Господь на кресте. То есть разжигал их, заначивал. А они наоборот с ним очень ласково обращались, махну рукой. Какие вы его дети, даже распять не умеете. Это один мужик как-то раскричался, говорит, раньше, когда перестройка была, на базаре-то. Ну и кричит, в магазине мыла нету, спичек нету, того нету. А два молодца слушают, подошли мужик, если бы еще раньше тебя бы к стенке и шлепнули. Он отошел, дожились, даже шлепнуть нечем. Вот и все. То есть из любой ситуации надо выйти интересно, красиво, с юмором. Ну и в первую очередь посмеяться над самим собой. Да, мы бедны, нищи, но обогащаем многих. Мы неизвестны, но нас узнают. И узнают очень далеко. Почему? Бог так сделал. Я вот сейчас считаю свои стихотворения, 3467. Я ни одного стихотворения своим не могу признать. Я сказал одно утром, Господи, больше не пишу. Еще рука дергалась, месяца два охота написать, по строчке по две. Ни одного я строго держусь. Никому письма не пишу. И вот того, что стихотворение, теперь я отдаленно смотрю, как бы с той стороны на все гляжу. Таких мыслей у меня, кажется, никогда даже не было. Там всегда подтекст какой-то, такой перенос издальности в это. Это не мое. Решительно не мое. Это Бог дал. Интересно, что у меня черновики сохранились. Я их там потерял. А Наташа приходит и говорит, а ты мне черновики отдавай. А зачем они нужны? А они сгодятся. И правда сгодились. Она уехала, они остались. И представьте, такие папки на каждый год, а стихотворение это лист. И все карандашом пишу. И ни одной по марке нет. Стихотворение у меня писали на чистый лист. Я кому не скажу, да это не может быть. Переправки какие-то. А ничего нет, прямо написано, и все как будто кто-то диктует. Это тоже милость Божия. Если на меня что имеете, простите ради Бога. Мне охота уйти не обремененным нищим мнением, кому я что-то сделал. И маленький вопрос. Бог простит вас. Ко мне сестры одна за другой уже приходят и говорят, пора постригаться. Вот видите волосы. Я приду сестре линейку, я говорю, ну замерь, сколько? Мне даже погреться то нечем будет. Тут-то еще нет. Но когда ушли сестры, я так не оставляю. Я подошел к зеркалу, по дням волосы посмотреть. Сегодня я с ними расстаюсь. Ты не зря говорила, сегодня мне потригут. Ну это же хорошо. Ты не зря говорила, и ты не зря. Я это принял. На зиму зачем? Не надо. Тем более растут они много. Много хватает. Если мужчина растит волосы, если мужчина растит волосы, дайте вам порастить до плеч, когда дальше. Да не до плеча вас смотрите. Ну уже до плеча. Уже до плеча. Я всех вас благодарю. Вы мою жизнь, друзья, скрасили. Понимаете? Одному ничего не сделать. Вот начинает говорить, вот поминать тебя. Я не нашел у себя ни одного дела, которое бы я сделал сам. Вот этот дом. Да, я трудился, я то, другое. Но как Бог сделал-то, перевернул то, что я делал духовно? Меня посадили. Теперь суды, я выиграл. Да мы как с неба опустились. Я куда не погляжу, все кто-то вот это Надюша написал. Эта картина пятидесятники подарили. Это вот Оля Унагаева, кажется, писала. И сколько же людей добрых. Ну куда ни гляну, там Люба Яговитина была, Любовь Ивановна, шторы везде. Все это кто-то. Флаг этот российский Иван купил. Интересно, в магазине зашел, у батюшки говорит, что бы ему купить? Батюшка говорит, он ничего не возьмет. А вот флаг российский. Батюшка говорит, возьмет. Я его люблю. Это лучший за всю мировую историю флаг. Это кровь, земля, память о небе и белый престол Божий. Для любой нации, для любой религии подходит. Это мне Бог открыл. Я нигде про это не считал. Ну что, помолимся? Оставайтесь, пообедайте на занятия. Достойно есть такого истину. Блажите Тебя, Богородицу, Лисна блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серафим, безыстрения Бога Слово Родшую, в сущую Богородицу Тебя величаем. Батюшка, ушел? Ушел. Отец наш небесный, мы просим Тебя, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, услыши нас и ответь. Соедини нашу молитву с молитвом всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. Услыши молитвы всех, кто молится о нас во благо нам. Сохрани это место и наше это содружество, дающее смысл жизни. Пребудьте с нами, Господи, доведи до желаемой пристани и веди нас навеки в царство Твое. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я еще один вопрос чуть-чуть коснусь. Батюшка говорил об епископе Максиме. Мы узнали, где он есть, мы 650 километров к нему туда проехали, к рюк специально. В монастыря ночуем, в адресе его не дают нигде. Наконец, узнали, где он живет. А зайти нельзя, на ворота высокие. Я решил ползком под воротами и все-таки к нему попасть. А Николай Крущина стоял, что-то ворота шевелил, а они сами открылись. А в ограду идешь, направо священник, там женатый, видимо, отец Багравула говорят. И он тоже так не внятый, мы поняли, налево, епископ действительно здесь. Но мы что? Больше ничего. Почему он нас опасается? Вы видите, сегодня слышали, как мы его любим, мы за него волим, все и молимся. Все, да. Почему? Не понятно, почему я не понял, почему я не понял, что-то не понял.